Всем привет, меня зовут Алексей Красиков, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Многие клиенты пишут, когда у меня закончатся вегетативные симптомы или меня отпустят, тогда я уже начну что-то делать. Я вам хочу сказать очень важную вещь, что вас никогда не отпустят вегетативные симптомы и не перестанет крыть и накрывать, если, а, вы не понимаете, что это ваши эмоции, и, б, вы ждете, когда это закончится. Поэтому я даю вам совет. Все упражнения есть в моих видеолекциях, в сборниках DVD или вебинарах. Есть один маленький секрет, который многие не понимают или недооценивают. У тебя вегетативное напряжение? Подняла задницу, пошла делать упражнения. Тебе страшно выходить из дома? Подняла задницу, написала план и пошла делать упражнения. Тебе страшно задыхаться в лифтах или ты чувствуешь вегетативное напряжение в закрытых пространствах? Подняла задницу, начала делать когнитивно-поведенческие упражнения. У тебя нет работы? Подняла задницу, начала звонить, приходить на собеседование. Не хватая денег, поднял задницу, начал находить варианты зарабатывания дополнительных денег. Все зависит от твоих действий. Либо ты сидишь и ждешь, пока тебя отпустят, пока тебе станет легче, либо ты берешь и меняешь какую-то конкретную сферу твоей жизни, какими-то твоими конкретными поступками и действиями. Сидеть на диване и ждать, что когда-то, вдруг, закончится вегетативное напряжение – глупо. Потому что все твои телесные вегетативные симптомы – это есть твои эмоции. А твои эмоции – это твой характер и твои мысли. Пока ты не изменишь твои эмоции и твой характер и твои мысли, у тебя ничего не изменится. И ты будешь считать, что у тебя ВСД, ты ВСДшник, и ты будешь считать, что ты какой-то неизлечимо больной. Потом ты состаришься и умрешь, и про тебя все забудут. Поэтому если у тебя вегетативные симптомы, тревожнофобические, делаешь план, о котором мы с тобой говорили или лично, или в роликах, или в DVD, или в дистанционном курсе вебинаров, и действуешь по плану, поднимаешь задницу и начинаешь каждый день, день за днем, выполнять упражнения когнитивные и поведенческие.